Доктор на работе Врачу-терапевту, доктору медицинских наук Татьяне Владимировне Шаповаленко Здравствуйте Добрый день Я напомню наш номер, он абсолютно бесплатный Звоните, задавайте свои вопросы 8 800 707 08 27 Также у нас круглосуточно работает Телеграм-канал Вы можете перейти на канал по ссылке Через QR-код, который вы видите на экране Сегодня, Татьяна Владимировна, хочу озвучить Наш план, что мы вообще сегодня Обсудим, на какие вопросы ответим Можно ли самому отменять лекарства Важно ли принимать лекарства до еды Или после еды Какие лекарства нужно запивать апельсиновым соком А какие просто водой Какие самые частые ошибки У пациентов, у людей, которые принимают лекарства Давайте сразу разберемся Есть обязательный прием лекарств Есть прием лекарств, когда их назначает врач И, например, при таких заболеваниях Как гипертоническая болезнь Как сахарный диабет Как ишемическая болезнь сердца Нарушение функции щитовидной железы И, кстати говоря, много-много другого Ревматические заболевания Эти лекарства, эти лекарственные препараты Нужно принимать постоянно По определенному графику И при этом контролируя те или иные параметры Кстати, еще вот здесь относятся лекарства Которые называются антикоагулянтами Которые способствуют разжижению крови И их тоже надо принимать постоянно Давайте начнем с примера Вот жизненный пример Он всегда хорош У меня есть моя любимая тетя Кстати говоря, заслуженный врач Заслуженный учитель Российской Федерации Не врач Которой показан определенный прием препаратов Ей 82 года И вот антикоагулянты Да, антикоагулянты Препараты непростые А назначаются они при мерцательной аритмии Пароксизмальной или постоянной форме Для того, чтобы не образовывались тромбы в предсердиях Проще говоря, чтобы не было инсульта Пятый или шестой раз Моя любимая тетя Которая абсолютно здравомыслящий человек Меня спрашивает Можно ли ей отменить этот препарат Потому что иногда редко у нее бывают кровотечения из носа И только уже, когда я совсем дошла до какого-то состояния Когда устала объяснять Я сказала, будет инсульт, отменяй Будет инсульт Я, конечно, буду с тобой сидеть и буду тобой заниматься Друзья мои, те лекарственные препараты, которые назначает врач Которые вы должны принимать по определенной схеме Ни в коем случае нельзя отменять Бывает, что приходится менять лекарственные препараты Как, например, бывает при лечении гипертонической болезни Артериальной гипертензии Когда действительно существует Или прогрессирование артериальной гипертензии Или пациенты наши привыкают к приему тех или иных препаратов Или к тому графику, по которому показан прием этих препаратов Надо обращаться к врачу Желательно к тому, кто назначал данный цикл Да, к врачу-кардиологу Пройти необходимое дополнительное обследование И тогда можно действительно говорить о смене лекарственного препарата Сколько раз пропускать препарат не опасно для здоровья? Вот, например, антикоагулянты опасно пропускать даже один раз Средства для лечения сахарного диабета Лекарственные препараты для лечения сахарного диабета Их опасно, в принципе, пропускать Да вы знаете... От давления Вот я бы... От давления, да, это тоже самый частый вопрос Вы знаете, я померила давление, у меня 130, я принимать не стала Это, кстати говоря, вот я все на своих родственниках Это моя мама грешит Я сегодня мерила давление, у меня 120 на 80, я не стала принимать препарат Друзья мои, так тоже делать категорически нельзя Потому что лекарственные препараты для лечения артериальной гипертензии Для лечения гипертонической болезни Они назначаются по определенной схеме Очень редко, когда это один препарат Как правило, это или комбинированное лекарство, которое сочетает в себе Несколько видов лекарственных веществ Или все-таки это прием в определенное время суток разных лекарственных препаратов Которые снижают артериальное давление Татьяна, Татьяна, вот смотрите, вы говорили про дозировки И про то, что нужно менять дозировку только под наблюдением доктора и так далее И только по показаниям По показаниям Пропустил прием одной таблетки Вспомнил, когда уже следующую надо пить Думаешь, ну доктора как-то беспокоит Выпью две Опасно или не опасно? Не нужно так делать Лучше, конечно, не пропускать Но все мы люди И у нас у всех есть процент человеческой ошибки Конечно, лучше продолжать прием по той схеме, к которой вы привыкли Никоим образом не суммируя Ну ошибся человек, что делать? Ошибся, дальше продолжает лечение по той схеме, которую ему прописал врач Не восполняет прием непринятого лекарственного препарата Я сейчас понятно говорю, да? Не восполняет одномоментный то и другое третье Потому что последствия могут быть действительно разные Эти препараты могут не сочетаться Не нужно этого делать Нужно принимать дальше Может быть, вот если мы говорим об артериальной гипертензии Немножко почаще контролировать уровень артериального давления И со следующего дня опять войти в ту схему, которая показана Спасибо, у нас есть видеозвонок Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте Здравствуйте Меня зовут Надежда Какой у вас вопрос? И сейчас... Да, у меня вот какой вопрос Сейчас по назначению врача я принимаю сразу пять разных препаратов И вот подскажите, пожалуйста, как мне понять Какие из них можно принимать вместе? Они совместимы, а какие нет? Вы знаете, крайне редко, ну действительно редко существуют препараты Особенно которые назначаются на постоянный прием Ну, например, опять-таки, артериальная гипертензия Антикоагулянты, например, лечение сахарного диабета Это наиболее частая комбинация, которая включает в себя несколько видов лекарственных веществ Так вот, если нет указания доктора, что этот препарат нельзя принимать с тем или с другим То, как правило, сочетать их вместе можно В этом нет никакой опасности Как раз гораздо опаснее, если вы начнете с этим разбираться сами И пытаться как-то их что-то исключать, что-то наоборот добавлять Вот если вам врач выписал по вашим показаниям, по вашим заболеваниям Определенный спектр лекарственных препаратов Их все надо принимать по той схеме, по которой они показаны Поверьте мне Я понимаю, что эмпатия у врачей у всех разная Не стесняйтесь задавать вопросы Сделайте так, чтобы прием лекарственных препаратов вам необходимых Вот опять-таки при группе заболеваний, например, как у вас 5 наименований Он был для вас комфортным Если вы работаете, на какое количество приемов вам надо это разбить? Задайте все эти вопросы Врач, поверьте мне, постарается подобрать для вас удобный для вашей комфортной жизни прием А я знаете, как делаю? Хочу вам посоветовать Когда мне назначают какое-то лекарство, обратилась к доктору, назначили лекарство Я всегда беру еще одну минуту и говорю Извините, можно я отниму еще одну минуту? Я читаю то, что написал врач, потому что не всегда бывает понятно И проговариваю, и спрашиваю Еще иногда на диктофон записываю, как надо принимать Ну потому что это реально помогает, когда ты оказываешься один И думаешь, так, у меня опять лекарств, что мне сделать? Спасибо за ваш звонок Спасибо, всего доброго Спасибо вам большое Татьяна Владимировна, а ведь чем больше лекарств, тем больше побочных эффектов? Любой лекарственный препарат имеет побочные эффекты А если читать аннотацию, а читают аннотацию очень многие Кстати говоря, гораздо внимательнее, чем слушают своего доктора То просто приходят в ужас И самый частый вопрос, когда человеку назначают схему Как же я буду это пить, там то-то, то-то, то-то Лучше не читать Нет, лучше читать, но относиться к этому спокойно Нет лекарственных препаратов без побочных эффектов Но, вы знаете, я всегда привожу в пример весы Вот мы на одну чашу весов кладем осложнения от лекарственных препаратов, возможные А на другую чашу весов кладем риски для нашего здоровья И если эти лекарственные препараты отменить Поверьте мне, риски всегда перевесят вот эти возможные побочные эффекты А любой сертифицированный препарат в Российской Федерации Там будет написано много побочных эффектов Потому что он проходит клинические испытания И даже если какое-то событие нежелательное встретилось один раз, оно будет отражено Далеко не факт, что это будет и случиться именно с вами Но, а есть ли прием лекарственных препаратов? А такие препараты есть, например, при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта Которые вызывают у вас явные побочные эффекты И вам действительно от этого дискомфортно и плохо Не отменяя, запишитесь на прием к доктору и попросите заменить препарат Можно так делать? Конечно, не отменяя, дождитесь все-таки приема врача И скажите, вы знаете, вот у меня то-то, то-то, то-то Я жить так не могу Поэтому, пожалуйста, поменяйте мне Даже с теми антикоагулянтами Я о них много сегодня говорю У вас это действительно вызывает Кровотечение из десен Кровотечение из половых путей Кровотечение носовые Которые действительно мешают И снижают ваше качество жизни И не дают вам спокойно работать Придите к врачу Он вам или уменьшит дозировку после проведения обследования Или поменяет препарат, который не будет вызывать эти побочные эффекты А вот еще такой вопрос Если покупаешь таблетку и в ней большая дозировка А врач сказал маленькую Разбиваешь таблетку на две части Одна часть больше, другая меньше Хорошо на две, а не на пять Да, одна часть больше, другая меньше Какую пить? Как правило, для таблеток Которые потенциально разбиваются, как вы говорите, на две части Существует такая, знаете, полосочка на них И вот надо по этой полосочке, да, вот четко разломать А совсем продвинутых сейчас даже, в общем, наших отечественных препаратов Так вот даже, знаете, специальная штучка остренькая Которая режет по этой полосочке Если такого нет, то, конечно, лучше найти лекарственный препарат Целиковый, то есть полноценная таблетка с той дозировкой, которую прописал врач Теряется свойство таблетки? Не теряется никаких свойств Это реально просто другое количество вещества лекарственного Которое вам необходимо для приема Катастрофа какая-то случилась Нет той дозировки Все-таки случилась та ситуация А страшного ничего нет Потому что речь идет о миллиграммах Реально о миллиграммах Как правило, когда дозируется таблетка Ну, как правило, я говорю, очень аккуратно Но все-таки вы не отравитесь Вы не умрете Не будет никаких тяжелых там осложнений, побочных эффектов Два правила Первое Лучше выбрать лекарственный препарат с той дозировкой Которую вам прописал врач Врачи, как правило, редко сочиняют, чтобы делить на 16 частей Вот А второе, если все-таки так случилось Ну, вот случилось Вы в другом городе Вам нужно принять препарат Делить это как бы аккуратно И если все-таки там какие-то миллиграммы То не обращая на это внимания Спокойно выпить лекарства А не все могут глотать таблетки Ну, не все Не у всех проходит Вот с капсулами очень часто такая история Можно ли высыпать? Нет Почему? Потому что, как правило, как правило Оболочка капсулы рассчитана именно на то Чтобы лекарственный препарат всасывался не в верхних отделах желудочно-кишечного тракта Не в желудке А все-таки в более ниже лежащих отделах Например, там в начальных отделах тонкого кишечника И если вы высыпите, то у вас, соответственно, все всосется еще в ротовой полости И эффект от лекарственного препарата будет совершенно другой Поэтому нет, лучше этого не делать Если уж совсем катастрофическая, опять-таки, ситуация Ну, во-первых, наверное, себя можно приучить Потому что можно взять какую-то мягкую еду И все-таки проглотить С едой можно? Можно с едой иногда Если написано строго после еды То с последними глотками или кусочками пищи Просто же ешь таблетку Да, просто вот съедаешь эту таблетку А если все-таки действительно прямо невозможно Ну, я вам честно скажу Я таких людей не встречала У которых категорически вот такая психологическая реакция на прием таблеток Все поправимо А вот еще такой важный вопрос Назначил доктор лекарства Нужно ли спрашивать, а что оно делает? Как оно работает? Нужно ли знать, как работает препарат пациенту? Конечно Мало того, что нужно Я считаю, что это обязательно Потому что это ваше здоровье О своем здоровье лучше знать как можно больше Иметь полную информацию И самое главное Мы все люди Вы можете оказаться в другой ситуации Попасть к другому врачу И вы забыли название того лекарства Которое вам кто-то назначил У вас нет с собой рецепта Все что угодно Ситуации бывают в жизни разные И если вы начинаете объяснять Как вам был назначен препарат И на что он влияет Доктору легче понять схему вашего лечения И подобрать вам адекватные лекарственные препараты Я слышала, что препараты железа Нужно запивать апельсиновым соком Это так? Нет Нет? Нет? Не лучше усваивается? Нет, не лучше усваивается Вообще апельсиновый сок там пьется Только в очень определенных ситуациях В каких? Ну в частности апельсиновый сок пьется Когда проводится урязный тест Вот по-моему я не могу Не помню точно А, это для диагностики? Для диагностики, да Да, когда там есть некие способы подавления Вот Вы знаете, соком, чаем, кофе, муссами, молоком Лучше вообще не запивать таблетки Почему? Таблетки запиваются чистой водой Они не будут действовать? Дело не в этом Потому что любые все вещества Которые содержатся в тех или иных напитках Которые мы обычно употребляем Даже в чае Они все-таки определенным образом Влияют на усвояемость Прежде всего лекарственного препарата Влияя на усвояемость Мы, соответственно, уменьшаем Активно циркулирующую в крови дозировку И тем самым уменьшаем Или повышаем Или что-то там можем делать В зависимости от всасываемости С, собственно говоря С реакцией на наш организм Поэтому запивать лекарства Надо водой Хорошо А вот лекарства до еды и после еды До еды Это за сколько? Вечная проблема Выпить и сразу поесть Это до еды? Есть несколько Во-первых, до еды И непосредственно перед едой Это, как правило, принимаются Лекарственные препараты Для лечения заболеваний Желудочно-кишечного тракта Ну, в основном Поэтому до еды Если это до еды То это как минимум за 30-40 минут до еды Все-таки полчаса 40 минут надо подождать Непосредственно перед едой Некоторые ферменты так назначаются Принимается препарат Непосредственно перед едой Все остальные лекарственные препараты И даже если нет специальных указаний Принимаются после еды Через 40 минут? Через 20-30 минут Здесь уже не так это принципиально Но все-таки через какое-то время А эти препараты, которые перед сном назначают Это тоже за 40 минут? Нет Те препараты, которые назначают перед сном Как правило, это Снотворные средства Это некоторые психотропные средства В чем их причина? Почему они назначаются перед сном? Это значит, что Все эти препараты Вот эта группа препаратов Они вызывают сонливость Понятно Они несколько затормаживают наши реакции В чем тут основная идея? Основная идея в том, чтобы вы ограничили Свою активность и подвижность Потому что вы можете Вам нельзя садиться за руль Понятно, все-таки сразу после приема Особенно снотворного препарата Вы можете упасть Вы можете не заметить Какое-то препятствие Споткнуться Получить какую-то травму или перелом Если написано, что перед сном То это перед сном Когда вы ограничены в активности Ну вот смотрите Хорошо, лекарства Только по назначению врача А витамины? Какие? Чем нельзя принимать? Селен Вы знаете? Вот здесь сколько идей Столько и мнений Я все-таки сторонник того Что любые биологически активные добавки Ну, наверное, не надо пихать В себя самостоятельно Потому что Ну, потому что, во-первых Это модно, современно Так все пьют Витамин Вот кроме, кстати говоря Витамина Д Витамин Д действительно Там около До двух тысяч единиц Никоим образом не повредит И, кстати говоря Прекрасно со всем сочетается Но действительно БАДы Витамины и микроэлементы Там есть определенные каноны Определенные правила Нутрициологи их знают Но принцип тут один Все эти биологически активные добавки Надо принимать только после того Как вы выполнили анализы А вам вообще это нужно? Потому что они могут вызвать И аллергические реакции И непереносимость И диспептические явления Такие, как тошнота и рвота И смысл Если у вас нормальный уровень Не знаю Магния Да И витамина С в организме А зачем вам еще Ну, все-таки, опять-таки Химическое какое-то вещество Добавлять себе в организм Для чего? Потратить деньги на анализы А потратить деньги на витамины? Вот точно совершенно Потому что, ну, БАДы стоят достаточно дорого У нас есть видеозвонок от Софии Здравствуйте Здравствуйте Мне было бы интересно узнать про срок годности Если срок годности только недавно закончился у препарата Не опасно ли его применять? Просто недавно я проверила аптечку своей бабушки И я ужаснулась Сколько же большое количество лекарств У нее с истекшим сроком годности? Возьмите аптечку бабушки Все препараты с истекшим сроком годности Взяли и выкинули Я бы сделала еще одну итерацию С аптечкой бабушки Я бы проверила Правила хранения препарата Если аптечка у бабушки стоит на подоконнике Все лекарственные препараты находятся в открытом состоянии А их надо хранить в темноте, например Я бы их тоже выкинула Несмотря на сохранившийся срок годности Потому что сроки годности и правила хранения Да, если нужно хранить в холодильнике От 2 до 8 градусов А он хранится на окне или в каком-нибудь ящичке То тоже выкинула Потому что нарушены правила хранения лекарственных препаратов И категорически нельзя принимать лекарственные препараты С истекшим сроком годности Потому что, опять-таки, все лекарственные препараты Они прошли сертификацию Они прошли очень строгий отбор И вот эти сроки годности и правила хранения Это значит, что действующее вещество в этих лекарствах Оно будет работать так, как оно должно работать Как только срок годности заканчивается Как только вы неправильно храните У вас действие лекарственного вещества Оно совершенно изменяется И вот каким оно окажется, никто не знает Можно отравиться Ну, отравиться это совсем уж такой крайний вариант А все-таки то, что вы принимаете препарат от артериального давления А он не действует И у вас будет повышение скачки артериального давления И после этого могут случиться все сердечно-сосудистые осложнения Вот это, на мой взгляд, в общем, тоже малоприятно Купите бабушке новые лекарства Если они ей нужны Да, если нужны Спасибо большое за ваш звонок Если у человека похожие симптомы То есть, а вот у меня то, что голова болит Я вот пью то-то, то-то, то-то И еще вот это Надо ли вот Поможет ли? Насколько можно угадать? Ортодоксальный любой доктор Вам бы точно сказал Не надо ничего гадать Надо обратиться к врачу И все, вот С головной болью не всегда пойдешь к врачу А тем более, когда это редкие и достаточно ситуации Голова болит Болит сильно И вы знаете, вот Пациенты У которых частые приступы Ну, хотя бы головной боли Напряжение Они, конечно, доходят до врача И достаточно часто им помогают Отнюдь не лекарственные препараты А совершенно другие вещи Такие, как, например, ботулинотерапия Или мануальная терапия Вот А те, у кого голова болит редко Давайте уж мы так Про головную боль Так про головную боль Действительно К счастью, к сожалению, не знаю Но так оно и есть Люди подбирают тот препарат Который им помогает Или сочетание Или сочетание неких препаратов Знакомые, ну, наверное, слушают Да, наверное, я бы тоже послушала О чем я хочу вас предостеречь Надо всегда читать, что вы принимаете Потому что у меня одна моя приятельница Попала с язвенной болезнью С обострением язвенной болезнью Была язва 12-перстной кишки Вне обострения Но она принимала от головной боли Высокие дозы нестероидных противовоспалительных препаратов И, соответственно, чем вызвало обострение язвенной болезни Поэтому все-таки вот Осторожно Надо быть осторожным Надо понимать, что ты пьешь А статины, например Вот это же часто история У меня мама такая Мне прописали статины Они очень дорогие А вот я лежала с женщиной в палате И она пьет другой статин Он подешевле Но это же все одни статины Нет Статины назначаются Это препараты, снижающие Нормализующие липидный обмен Уровень липидного обмена Уровень, соответственно, холестерина Триглицеридов и прочее Они назначаются исключительно по показаниям У кого-то повышены триглицериды У кого-то холестерин очень низкой плотности У кого-то соотношения нарушены Ну, во-первых, давайте сразу определимся Что статины прекращать принимать нельзя ни в коем случае Это пожизненный прием препаратов Статины еще помимо всего Есть статины, которые влияют на атеросклеротические бляшки Знаете, стабилизируют их Стабилизируют их таким образом Что снижается риск тромбоза Отрыва этой бляшки И, соответственно, всех сердечно-сосудистых катастроф Которые могут быть Поэтому, если вам врач выписал определенного вида статин Поверьте мне, он не сделал не просто так Не просто потому, чтобы разрушить ваш семейный бюджет Он это сделал по строго определенным показаниям Поэтому, если вам его назначили То показанием для смены препарата Может быть только Его слабое действие То есть, когда у вас Спустя 2-3 недели после приема статинов Уровень холестерина, триглицеридов Или других липидов Не приходит к норме А дженерики можно покупать? Вы знаете, дженерики Я не знаю, почему так все боятся дженериков Это вот тот оригинальный препарат или дженерик Дженерики, как правило, это препараты Которые содержат то же самое лекарственное вещество Которое содержится в оригинальных препаратах Его можно самостоятельно пить? Дженерики точно так же продаются по рецептам Вот, например, антибиотики дженерики Точно так же продаются только по рецептурным банкам Очень интересная тема Мы ее обсудим давайте в следующих выпусках Я надеюсь, вы к нам еще придете Спасибо Мы сегодня поговорили об очень важной теме О том, как правильно пить лекарства Нужно ли их пить до еды, после еды Чем опасен пропуск лекарств Поэтому самый главный вывод, который мы сделали Не делайте ничего с вашей терапией самостоятельно Не отменяйте, не меняйте дозировку Потому что здоровье, оно важнее И если вдруг истек срок годности Я, например, регулярно выкидываю просроченное лекарство Увидимся с вами через несколько минут